Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это видео выходит как некая часть, как некое преддверие к гречевому марафону, который начнется, до сих пор не уточнила, 12-го либо 13-го января, потому что это будет понедельник и будет, что называется, стареющая... Почему что называется? Будет самая настоящая стареющая Луна. Сразу могу сказать, если вы ни разу не пробовали посмотреть на то, как влияет стареющая, растущая Луна на ваш организм, попробуйте просто-напросто выдавить прыщики, которые у вас, возможно, есть на лице, на стареющую Луну, и вы увидите, как все, в общем-то, прекрасно заживляется, прекрасно удаляется, и на растущую Луну. Если вы будете давить прыщики на растущую Луну, то наверняка останется след. На самом деле, речь сегодня пойдет как раз-таки о прыщиках, и я не хотела это видео, как я часто говорю, записывать, но кто-то из зрителей написал мне, возможно, кстати, этот зритель-мужчина написал, Яна, у вас что, прыщ на лице? Правда, я не поняла, какой прыщ имелся в виду, потому что, да, все мое лицо покрылось прыщами. Здесь, здесь, здесь и вот здесь. Здесь, ну, возможно, еще где-то поменьше, не так явно их видно. Это все не что иное, как прыщи. С чего меня так обсыпало? В одном из своих видео я уже рассказывала, как важно иметь дневник питания, потому что очень часто мы реагируем определенным образом на ту или иную еду, но мы либо забываем, как мы на нее среагировали, либо мы вообще забываем, что мы ели наканули день, два, три дня назад. И очень важно действительно завести себе блокнотик. Я такой блокнотик себе завела, но сейчас я совершенно точно отслеживаю реакцию своего организма, своей красоты, своего лица и так далее на ту или иную еду. Что произошло? Я записала видео про то, как я готовлю рождественский десерт, достала упаковку, упаковку нераспакованного мороженого, все это засняла красиво. Кто-то даже на меня спросил в комментариях, Яна, вы потом ели мороженое? И я ответила, что я мороженое не поела. Это было действительно правдой. Но, если я не ошибаюсь, на следующий день, либо два дня спустя, я открыла морозилку, в которой, как раз-таки доставая нераспакованную пачку мороженого для видео, я увидела мороженое в стаканчиках, мороженое в рогаликах. Я даже не знаю, как это все правильно называют. Самое обычное сладкое мороженое. Там, помимо ванильных добавок, еще очень много карамели, каких-то орехов, какой-то шоколадной глазури. Ну, в общем-то, полный набор и плюс ко всему еще и вафельный стаканчик. Что вы думаете, я съела упаковку из шести стаканчиков мороженого? Вообще, я человек, который, если садится есть, то я ем многое в удовольствие. Я человек, который может съесть две пиццы совершенно точно, и мне, в общем-то, не будет даже тяжело, скорее всего. Ну, по крайней мере, так было в прошлом. Но шесть стаканчиков мороженого, шесть рогаликов, не знаю, как это опять же назвать, я совершенно точно осилила. Но на следующий день я снова захотела мороженое. Я не съела уже упаковку из шести, но я съела два или три вот этих стаканчика. Я прекратила есть просто потому, что я очень сильно замерзла настолько, что у меня уже руки этот стаканчик не держали, и, в общем-то, прожевать мне это мороженое, слизывать было неудобно. Ну, и в довершение всего мы с детьми в последний день их каникул. Они уже два дня как ходят в детский сад и в школу. Соответственно, это было два дня назад, а, возможно, и три дня назад. В общем-то, мы съели большой панетон. Панетон – это такая сдоба, это не что иное, как сдобный бисквит, долгого хранения, потому что панетоны делаются так. Их можно купить традиционным способом приготовленные, но они все равно долго хранятся. Не представляю, что в них добавляют. По ингредиентам вроде все достаточно натурально, но, в общем-то, этот панетон мы съели на пятерых человек. И тут я тоже оторвалась. Я, в общем-то, маленьким кусочком не ограничилась. Я съела больше всех. Дети даже спросили, а как мы так быстро съели такой панетон, потому что обычно они едят его неделю. А что я им сказала? Я поучаствовала. Обычно я никогда не участвую. Но, на самом деле, я съела больше всех. Именно потому, что мне было вкусно. Я чувствовала прекрасно вкус. Я долго не могла наесться. И, в общем-то, я оторвалась. Ну и на следующий день, на самом деле, меня обсыпало так не в один день и не за одну ночь. То есть сначала один прыщик появился, второй ты, в общем-то, особо внимания этому не уделяешь. Но могу вам сказать, опять же, мне был задан вопрос, Яна, как избавиться от прыщей? Дорогие зрители любого возраста, если вы хотите избавиться от прыщей, это совершенно точно. Вы должны поменять свое питание. Как вы будете его менять, это действительно на ваше усмотрение. Я искренне рекомендую вам освободиться от всех гипотетических, гипотетических, вызывающих прыщей, ингредиентов в вашем питании, еды вашей на вашем столе. И вот, на самом деле, присоединиться к гречневому марафону. Я жду его с энтузиазмом, потому что помню, как я себя прекрасно чувствовала на гречневом марафоне. Потому что потом, когда вы будете вводить морковку, помидорку, панетон, мороженое и так далее, вы сможете отследить, как вы реагируете на это своим самочувствием, своей сонливостью, своим желанием не вставать с утра, возможно, своей кожей на лице и не только на спине. Очень часто бывают высыпания своей кожи. Вот здесь много раз я об этом рассказывала. И, кстати, недавно я посмотрела видео, хотела уточнить, я думаю, что мои зрители поймут, о ком я говорю. Это автор, который записывает на русском языке, но он очень плохо говорит на русском языке. Мне кажется, он из Индии. Это доктор, возможно, какой-то альтернативной медицины. На самом деле не скажу. Не знаю, потому что однажды мне его видео попало совершенно случайно про сухость губ. И я, когда рассказывала, что дал мне гречневый марафон, что дало мне избавление полностью, исключение полностью сахаросодержащих продуктов, а также полностью молочной продукции, внимание, не только молока, все молочные продукции, не только коровьего молока, но и козьего в том числе, хотя никогда я особо его не любила, но козий сын иногда присутствовал. На моем столе, а также на столе детей. Я всегда рассказывала, что я стала меньше спать, я стала бодрой, я стала по несколько видео записывать на канале. И я рассказывала, что я просыпалась. Вот одна из вещей, которая меня поразила, с чистыми глазами. То есть ты просыпаешься, у тебя нет желания, нет необходимости, самое главное, умываться. У тебя уходит запах пота, либо он становится нерезкий, а потом вообще действительно исчезает. Очень-очень-очень много изменений я заметила за собой, практически о всех рассказала, но одного изменения я не отследила. Это было как раз-таки сухость губ. Опять же, кто подписан на мой канал почти два года, знает, что я рассказывала, почему я всегда была за красную помаду, но никогда не наносила ее для собственного эфира, для собственного видео. Просто потому, что я говорила, что мне вообще никакая помада не идет, именно поэтому я люблю использовать контур и привыкла использовать контур только как карандаш, чтобы сделать губы свои побольше, поярче и почетче. Просто потому, что у меня была вот какая-то непроходящая ни летом, ни зимой корка на губах. То есть вот что бы я ни делала, чем бы я ни мазала, какими бы гигиеническими помадами, а от какого бы производителя были и те бюджетные, которые можно купить в супермаркете на кассе. И очень-очень дорогие, я все время вспоминаю свою косметику Сисла, у них есть маленький розовый бальзамчик для губ, стоит безумных денег, на мой взгляд, совершенно он неэффективен, потому что мне он никогда не помогал, поэтому никогда я не использовала никакую цветную помаду, и уж красную тем более. И вот я заметила, что у меня ушла вот эта знаменитая сухость губ, но никак я это не связала со своей диетой. А видео-то на самом деле будет о том, как меня обсыпало после сахара, но в итоге я ушла также на это видео, где этот доктор объясняет, как избавиться от сухости губ. Он рассказывает, что сухость губ возникает в основном, и здесь я на самом деле передаю просто то, что я услышала, я никак эту информацию не проверяла, но опытным путем могу сказать, что со мной именно так и случилось, так и произошло. Так вот он сказал, что нехватка двух витаминов из группы В, возможно, это был В13, я на самом деле даже не акцентировала свое внимание, и провоцирует нам очень сильную сухость губ. Но недостаточно восполнить этот витамин внешне, то есть недостаточно его принимать. Вот очень важно, что не есть ту еду, которая вызывает дефицит этого витамина. А дефицит вызывает, как он сказал, рафинированная мука, то есть продукты из рафинированной муки. Поэтому на своем гречневом марафоне, убрав всю молочную продукцию, убрав совершенно точно сахар, полностью совершенно, а также убрав, ну и конечно же, убрав рафинированную муку и продукты ее содержащие, могу сказать, что я раз и навсегда решила, решила, решила для себя и проблему сухости губ. Что называется, ходите вверх, ходите нет. Но, опять же, очень многие зрители под моим недавним видео про детский отит написали мне, что, да, Яна, вот мы тут на каникулах и тортики на молочном креме поели, и йогуртами попалывались на завтрак. И в итоге, очень у многих заложен нос, очень у многих даже ухо болит. И я могу сказать по себе совершенно точно, в прошлом году я поела очень-очень много белка. Я, видимо, была к нему не готова после своей гречневой диеты, гречневого марафона, который до рождественского стола и до новогоднего стола уже на тот момент длился, наверное, полтора месяца. Потом все было не так строго, я добавила овощи, много раз об этом рассказывала. Но морепродукты, морепродукты, они, в общем-то, сбили меня на самом деле с какого-то иммунного моего пути. И многие помнят, что у меня был очень сильный конъюнктивит, сначала на одном классе, потом на другом. Это было для меня совершенно неожиданно. И заболела я так сильно, что однажды даже я не спустилась то ли к обеду, то ли к ужину, потому что на самом деле я нуждалась в каком-то постельном режиме. В этот раз я совершенно точно себе представляла, что со мной произойдет, если я верну белок и если я буду есть белок в тех количествах, которых я порадовала себя в прошлом году, на прошлое Рождество, а также на прошлый Новый год. Поэтому, в общем-то, я уже обладала неким опытом. А в отношении сахара, в отношении сахара, я, в общем-то, что называется, спустила все, спустила все, точнее, пустила все на поводу своего желания понесть 6 мороженых за один раз. 6 мороженого, даже не знаю, как это склоняется. В общем-то, суть этого видео лишь в том, что, да, зрители некоторые заметили прыщи на моем лице, они совершенно точно присутствуют и обсыпало меня, конечно же, учитывая, что я не ввела молочную продукцию, учитывая, что я не ввела, а не ввела продукт из рафинированной муки, на исключение и составляет вот эта сахарная сдоба, получается, что ввела я только сахар в таком большом и непривычном уже для меня количестве, потому что, на самом деле, от сахара я отказалась, вот, наверное, что называется, раз и навсегда, у меня лицо обсыпало, но это не самое главное, это не самое главное, у меня заболел зуб. Я рассказывала в одном из своих видео, что, помимо всего прочего, я стараюсь не есть сахар, потому что я чувствую, как у меня начинают болеть зубы. И речь не идет о том, что зуб реагирует на сладкое, как он может реагировать на холодное, либо на горячее, либо на какое-то механическое прикосновение. Нет, это боль, которая появляется, как если бы зуб болел. А я знаю, что такое, когда болит зуб, потому что нерв в одном зубе у меня, в общем-то, удален. И, соответственно, эту боль я сразу распознаю. Поэтому, дорогие мои зрители, что называется, его пример, в данном случае, ее пример, другим наукой. Я совершенно точно вижу, как я реагирую на определенные продукты, совершенно точно вижу, что называется, результат налицом и также под лицом. Именно здесь у меня болит зуб, но пока боль не очень сильно. Я надеюсь, что, опять же, вернувшись на достаточно жесткую диету, я смогу скорректировать эту ситуацию. Обязательно об этом расскажу. Хотя, безусловно, все достаточно относительно. Мы не можем пройти по одному пути и сказать, вот было так, и по одному пути сказать, и было так, и сравнить, потому что нам дан только один шанс. И этот выбор мы делаем только однажды. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.